Чуть света коммунисты уже протестуют. В четверг утром перед зданием областной думы партийцы пытались привлечь внимание депутатов к законопроекту, выдвинутому ими еще осенью прошлого года. Суть его заключается в том, чтобы организовать социальную поддержку так называемым детям войны. Мы собирали заявления детей войны. Их сейчас около 17 тысяч. Приходили люди. Действительно они нуждаются в этой хотя бы какой-то помощи. Ведь если говорить 30 тысяч детей войны, которые вообще никаких не имеют в другой год, это говорит о том, что они даже не имеют возможности проезда бесплатного. Но инициативу партийцев их коллеги по законодательному собранию отложили в долгий ящик. По закону рассмотреть документ должны были еще в декабре. Но до сих пор дело с мертвой точки не сдвинулось. Собирался профильный комитет социальный. Они вообще никакого решения не приняли. Я уже 18 лет депутат областной думы, законодательного собрания ранен. Такого никогда не было, чтобы профильный комитет не высказался. Отдали бюджетному комитету. И сегодня на думу не вносится вопрос. То есть идет полное нарушение закона о законодательном процессе. Инициативу коммунистов поддержал даже губернатор региона Михаил Мень. Правда, с оговоркой. Если получится изыскать средства на доплаты детям войны. Законодатели же даже на доработку закон не отправляют. Просто игнорирую его. Я понимаю, что бюджет напряженный и так далее. Но мы же принимаем решения. И очень многие решения принимаем. Так нельзя и так нельзя тянуть. Это просто неуважение. И самое главное, если законодатели сами нарушают закон, о чем мы говорим. Сдаваться партийцы не намерены. Планируют всеми способами пытаться достучаться до депутатов. Чтобы у детей войны была более или менее достойная старость. Наталья Романова, Олег Милюхин, РТВ Иванова.